Институт уполномоченного по правам человека существует уже 13 лет, но выездной прием граждан в нашем городе проводится впервые. Работа с жалобами горожан длилась больше трех часов. За это время специалисты успели принять около 10 сыровчан и рассмотреть одно коллективное обращение. На мой взгляд, прием сегодня прошел очень конструктивно. И если не найдены были ответы и решения сразу, то мы необходимые документы берем с собой в Нижний Новгород для того, чтобы сделать соответствующие запросы в различные инстанции для получения дополнительной информации и определения возможности решения того или иного вопроса. Вопросы, с которыми сыровчане обращались к уполномоченному, затрагивали различные сферы жизни. Они касались улучшения жилищных условий детей-сирот и служащих, пенсионного обеспечения, деятельности правоохранительных органов. Поэтому в заседании приняли участие представители многих структур. Поэтому это хорошая практика, устоявшаяся. Мы на участковых пунктах полиции проводили такие приемы в городе Нижний Новгород. Сейчас очередь дошла до Сарова. Я думаю, польза от этого есть. Быть ближе к народу, решать проблемы, которые годами не решали, это важно. Поэтому есть результаты, мы будем работать в этом направлении дальше. Как отметила Надежда Отделкина, подобные межведомственные приемы помогают рассмотреть любую ситуацию коллегиально, со всех точек зрения. А это дает возможность найти сразу несколько способов решить проблему гражданина. Поэтому оказать помощь в том или ином виде удалось практически каждому обратившемуся. Если даже в рамках действующего законодательства мы видим, что право не нарушено, что эта ситуация связана с иными обстоятельствами, все равно можно найти какие-то способы помощи просто человеку. Находятся разные варианты оказания помощи и поддержки человеку. И вот я думаю, в этом и есть ценность нашей совместной работы. Это был первый подобный выездной прием уполномоченного в нашем городе, но далеко не последний. Участники заседания уверены, что такие встречи могут стать регулярными и будут проходить не реже одного раза в год.